Мы притягиваем переднюю гипсу, где мы успенились. Предний гипс назывался суббой, где мы создали крию с водеей, крию сенсей и крию параекса, скрывание туристов в водею одной мережи, в водею другой мережи. Нужно немного нагадать. Коли подея одной мережи, мы начинаем глядить на гадею. Другой мережи, крию параекса в ее внутрь. Суббой параекса к поглублению. И гетель параекса раскрывается, то, что вытворяется суббой. И гетель параекса, когда мы называем его твой. И читаем это причина, которая несется на приказ. В ближайшую опоку, то есть как это отсюда, здесь вот ворая на бережу, в самом пособе, где первая падение является чином, а другая — дочином. И повинно расти, то повинно будору в этой мереже будиннейши. Утроистой мережи нам будет чином, дочином и контролей, она будет погоречиваться. Мы проверяли нас в этой неделе практически все двойные штулы и минусно-тройные. В принципе, я выкладываю таблицу тройных штулов разом с тем, сфальдикой презентацией, где они будучи хобсумованные такими обновлениями. И, кстати, поскольку их в семь разов больше, чем двойных, сфальдикой презентацией, подразумевая нам в лекции «Самбью ГСМ-Судима» нужно привести просто пару прикладов. Значит, мы снова крестовываем свою аннотацию и запомогу в сервер-коду. И в кудрушках пишем слово «помога», а в связи их выозначаем запомогой «падея» как там. Итак, у нас есть структура «А», «С», «Ч». «С» — это «А» — это причина, а «ПЕРО» — это «МЕСТ». Значит, этот двойный слой мы расшифровываем «Ат» — «На», «Ат», «Де». Буквестник «Де» и «Ат Ябл». Ну, можно сказать, с поверхности. Ат, лакатырная «Ат». Ат, лакатырная «А» — это «МЕСТ». А, лакатырная «А» — это «МЕСТ». Такая со стола поставим какой-нибудь ДЕЙНИЕ. Всё это любое ДЕЙНИЕ. И отвернуваем смысл «ПОСЛЯ АТ» — Если у нас у самой возникает сродок, то мы можем прочитать е так. Значит, у нас есть сродок, не лето, который з. Когда у нас будет звёздкой, то будет звёздкой. Когда этот сродок является местом, то это будет сэнс-посерезня. Когда у нас будет сэнс-посерезня, то это будет сэнс-посерезня. Таким чином можно сказать, что каждый многоскладник будет перераспаковывать ролик. Это будет шина, которая шин, она леничая на сродок, можно сказать, фраз-размесца. Их ролик будет с таким. Акт и ядр объект. Шин, сродок, точин. И так же, если у нас будет сэнс-посерезн, то это будет сэнс-посерезня. Приназовниками будет from, он и, например, with. Это целый сказ, по яким кожный складник з'являються проназовникам. И в этой проназовнике действуют одно на одно. Ну, в принципе, это у многих мовах самая замечательная ситуация. Проназовник, який денежит нынче проназовник. Спад стола. Панат столом. Есть некий пат в столе и на этом пат, где же ты с ней. И так можно пройти по столе. Наибольший пример сувоев это 7, потому что 7 это пример мереша. Как только живой приводится ходить, например, 7, первая падея живая раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и мы рухаемся на лейтинге 8, то просто отсекается первая падея и остается ответ 7. Гережа не влюбляет воль за всех, на обратно Гережа, которая грудована сувой. Итак, вы показали, что сувой может быть однояким и разнояким. Одноякий сувой — это сувой, которая раскрывается такой же самой падея, например, месяца, которое месяц. Разноякий сувой — это сувой, которая раскрывается и мешает падея. Как раз разноякий сувой населили спершат, а теперь показали одноякое сувой. Значит, знак одноякого сувой складается со знака падеи и знака глобени. Латинскими литерами мы просто записываем падею и номер. Когда мы представимся этой визуальной мовой, что у нас есть 7 знаков падеи, визуальной мовой, а также визуальной мовой. Мы просто записываемся сувой складок, визуализированные в этой ассамблее. Накид, и выносим схема. И, конечно, пирогурно-то, по аппаратку возникнение базея у мережа отравнивается так, что пирогурно-то дочин – это первая рубиня, пирогурно-то дочин – это другая рубиня, вдвойной мережа – это два складника, а позже есть их дочин. Далее пирогурно-то третье – это будет сродок, пирогурно-то четвертое – это будет дочина, пирогурно-тое пятое – вычин, и пирогурно-тое место – это шостая. Пирогурно-тое основа – это шамбра, ступень. И, отповедно, им в глубине называется, по годной той, можно сказать, роли, какую края падея, что это надое зевляющееся. Шинг – это чистое скерование, взложенное чистое скерование, направленное. Мы его называем термином «намер» або «битчо». Колизией является дочин, то в этот намер перетворяется «рух». Это «битчо» рухается на дочин. Другая ступень глубине называется «рух». Колизией является помежимый сродок, то «чин» можно сказать, что краная дочин. Помежимый сродок является третье, что можно назвать словом «канани» – «контактник». Помежимый сродок является «контакт», потому что является «дрессе». Колизия является причиной, и она охотливая всю нережную звонку, всю нережную звонку. Тому эта причина, и она примушает деяничасть, примушает чин-чинить. Тому эта ступень называется охотом. Это некая форма. В другого боку мережи заявляется «вычина». Это «другий объект», «другий дочин». И заявление «вычина», по сути, протяная эту триаду, протяная утренную мережу насквозь. Кому это называется проликнение. Колизия является «место», хотя «н» изъявляется одночасово, мы раскладываем эту одночасовость на последовательность. К чему спершат причина, после «вычина» на последовательное место? Потому что спершат чин, а его адвустрованием является причина, после «датчин», какого адвустрованием является «вычин», и третьим является сводок, и его адвустрованием является «место». и «место» – это расчинение, это просягание. Унутри места, можно сказать, находится вся триада, оно здесь является опорой всей триады. А мы этой ступень называем «просяд». И еще моя ступень пересимляется особо, особо присвоивая себе мережу, в глубокий на ГД подзия, назовем эту ступень в лобини, то есть «надень». И теперь пройдем по усих подзиях, по разобретаемой всей семь ступеневых лобини, что я надеюсь. Значит, «датчин». У нас есть «датчин номера», самый внешний. Ну, например, «хохотеть яблок», тут яблок ведет «датчином», самым простым «датчином», самым внешним «датчином». Есть «датчин руху», есть «датчин допеку», «датчин охлопу», «датчин проникнения», «датчин просягу» и «датчин тоест». Можно выявить сабмен, это как один круг и другой круг. И эти круги по кресле сближаются. Это «а», а это «по». Остальные полеи так само земляются такими же самыми кругами. И на следующей ступени пусть все эти круги взливаются в один круг. Можно сказать, что «чин» по кресле проникая в «датчин», и рано-то поздно заполняю его «увесь». Можно сказать, что «датчин» починает с алкогеном большая «чин», объект. То есть самое робится с учими и низшими «удельниками». Они по кресле сближаются с «чином», и рано-то поздно совпадают. На следующей ступени пусть все они сближаются настолько, что выбирают по судности одно великое тоестное. То ли «кожная падия» относится на «кожные падии». Я попробую подключить это каким-то мужчинам. Например, «стоять». Человек стоит на подвозе. У души, не знаю, стоит какие-нибудь слуны. Когда «стоять», у датчин на укладку «зусим» по-разному, проникая месса. «падлогу», «душу» и так далее. Можно сказать, что… Вот, например, «асобо» можно размещать «шину» в очень простым разным способом. У нас особо, в принципе, размещающим. Человек – идея. В существо этого слова «идея» с человеком. Можно ее поравнять. В существо «падлога» есть, если сказать «человек» совершенно только «древо», рубить «древо». Або человек радуется. Мы простором объявляем эти деяния по-разному размещенные у человека. Звесим вонковое деяние от человека. Деяние, которое, в целом, прямо отбывается внутри деяника. Деяние, которое отбывается и в деянику, и в вонках деяника. Такое нежели посредине отбывается. Это не из-за какого классификации в лингвистыце, а в принципе, это довольно легкая заблажность, что помеж деяния, например, этой особой, есть поступовое проникнение. И можно даже сказать, что любые слова с допомогой полного волевого выселку, можно выявить в себе, как размешанного, как утре деяния целиком, так и целиком вонках. Чтобы и убить, и стоять, и исти, и рухаться, можно относим по-разному. Человек может бежать, можно сказать, ганайше на это деяние, можно бежать целиком внутри, чтобы у души, например, нечто там в руковице бежить. И он размешает, а деяния целиком. А вов, когда и он спричиняя рух некий, то и он, в отсутствии, является его вонковым абсолютно удельником. Так, тут нема полной симметры измолвы и нарекой мухолора, и потом нужно словить это сунохладание по деям. Так как разумеется глубине, как разумеется интенсификацию этой деяния. Так как дачин самое внешнее, для какого деяния просто мое дачинение будет дачином намерен. Ход же яв. Когда деяния рукается на дачин, это дачин рук. Когда деяния краная, это дачин краная. Когда деяния проникает, это дачин проникнение. Когда деяния просилая дачин, схроющий рот проходит, Это дочинное приселание. Какой-нибудь там свежая дочин охлопливая свой дочин. Можно убрать с этого слова бере, а просто покинуть его на сенус и яблок убрать. Покинуть это только его дочинность, объязненность. Удыхая по ветру. Тут день отдыхать, и оно проникая в свой дочин. И теперь, например, говорить гук. Тут день говорить, в принципе, как это и есть, что творает гук. Яблонный объект, на самом деле размешивающийся целком внутри деяния, которые его творают. Ну вот это довольно тонкие речи. Они случайно не выкладаются. Навод, люди выручают семантов. Стандартные семанты, как это формализованные ассоциации. А это, в принципе, глубокое выручение педикации. Сочинение, размешивание чину у базея, у дебалдельники чина. На самом деле есть только одна новая сингвинистичная традиция, которую я знаю, и какая угли в оборудовании. Это санскритская грамматика, где есть термин «ащрая». Ащрая – это есть место спочинку, место, где лежать спочинку. Это место опоры чину. Как в санскритской грамматике приносить на то, что мы называем активным ладом и пассивным ладом? Как на ащрая – чин для жизни на объекте, або чин для жизни на дебалдельнику. Человек всячая дебалдельника – это размешивание чину у дебалдельника. В ладенопадку – дейник размешает чин. В ладенопадку – это дебалдельника. А древо сачется человеком – это гармоничная. Чин размешивается длочинным объектом дейника. Древо размешает чин рублей на себе. В ладенопадку. Пусть так бывает. Дождится, дожится. Кто опорой этого дебалдельника – само деяние земляет в свою опору. В принципе, ащрая – это то, про что есть оговорка в ладенопадку. Деяние чин по-разному размешается. Не только особой, а любой падее, яка его дебалдельная у чин. Как и в санскритской грамматике. Деяние можно размешать объект. Это самое лёгкое. Его можно размешать и месса, и инжи. В принципе, зачапившись с закрытой термой, можно разумеется, когда его сумма кладания падения. Зимение сродок. Сродок – это дочинение «з». Чего не будет, с чем нет. То есть, что опасация у нас формируется в узручнике «и». Рука и нога – это рука и нога. Самое внешнее, внешне из нечем, это первая глубина, глубина на меру. Другая глубина – это глубина руку. Включите. Крепция глубиня – это глубиня лоды. Включите. Коли то, что связано с нечем, находится в усани руку, находится в самом внешнем, в самых внешних отношениях, где сродок на меру. это глубина. Коли то, что связано с нечем, находится в усани руку. Одно – это одно – одно – одно – одно. Ну, то есть, тут рука с плечом, не самый верный шейдер шампликов. Это глубина – это сродок рук. Коли то, что связано с ротком, находится в усани руку. Коли то, что связано с ротком, находится в усани руку. Формы – это глубина – хоп. Тут – это рука с пальцами, в основном, что пальцы – это форма руки. Коли то, что связано с находится у дочинения проникнения, как будто бы с горешкой, это сродок проникнения. Коли то, что связано расчиняется одно – одно – одно, то это сродок просял, например, подозвину. Коли то, что связано с ротком, то есть одно – одно – одно, умовление звуками, мово звуками. Коли мово складается, умовление складается с звуком, то это огульное и то, что является участкой, то есть одно – одно. в этом сродок то есть. Коли. Теперь глубина – причина. Самый внешний ад чего-нибудь – это и есть первая глубина. Скажет радость. Коли причина является причиной руху, это и есть причина руку. Деяне. Коли причина каная – деяне. Это причина додеку, падая со стола. Ну, на самом деле, нам не важны, даже на выкладку, дурела, стол, падая, сходить. Это только морщинность, абстраговаться от этих предметов, зияне, зияне, и вытянуть односины помежними, какие изъявляются сэнс, какие нам подряды. Значит, коли причина является формой охопа, зияхога отбывается вырух, это четвертая причина, это причина охопа. Например, выходит звездки. Можно сказать, что звездка – это некая форма, и зияне отбывается вырух. Коли причина, проникая деяние, какая-то причина проникнена, вылазить с воды. Коли причина является, просягая деяние, какая-то причина просягла, выбораясь с воды. Коли причина тоестная, то это причина тоестная. Друг взмога. Снова же, трюк от колей. Мога и гуг, на самом деле, мога складывается с угол, и причина тоестная, тому, что здесь походишь. и… Вычин тебя. Вычин – это когда были датшины. Это датшин с вонковой троицы. Один. Самый вонковый вычин – это вычин наверх. для чего? Держу это датшин с вонковой троицы. Действие датшин с вонковой троицы. Вычин руху. Вычин для якого руха лица чэн, это вычин датшин. Это вычин датшин. Вычин датшин. Это призначение, оно, я думаю, маяциноблезная бабка как наближень. Когда День, когда чин граная вычин, это вычин даты. это ключ для замка. Кали. Чин охопливая вычин, то это вычин охопа. Это формуле. Глина для збана. Збан – это форма глины. Это въява. Глина, можно сказать, призначена для збана, як врячего для брысу. чин. Кали вычин проникая, проникающим, это вычин уникнение. Уборка для бабы. Кали вычин просягая, чин гэта вычин просяг. зерни для зерни для каши. Зерни для каши. Будет перетворение одно в одно, в принципе, на влазе. И, кали вычин тоясны целком супруга с шином, кали вычин тоясны тоясны к тому, что ей встанет. Это обычное тоясство. Вода для пары может быть нелегче. Приклад, заместо воды требует нечто такое, что уже есть пар. Место теперь. Время место. Самое изнешнее на это есть место на меру. Место на меру это тоя, что мы можем перекласть як пра. Это як тема. Нечто пра, пра, нечто. Тоя, что в белорусском мове пра, тьаб, по-розному оканцовывается в самых разных мовах. И потрогаю в разных мовах, разных мовах, разных пра, 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 Назовник назначения тема, например, по-латинскому один, на санскрите сусим выше, выражается сусим иначе. В принципе, тема это лотош. Замечательно, тема это место. место. Тоя, про что? Тоя, Коли место является местом руку, точнее, двух, а не трех, это место руки. Человеку везти, мальчик на увазе я везти простую руку человека. Коли место краная, чын, это место тут. Кубок на столе. Коли место является формой того, что я размершаю, это место охлопа. Люди стоят круг, это форма людей. Коли место проникая, тоя, что я размещаю, это место проникненья. Накал води. Это пятое глубине. Шестое глубине. Это Коли место толком просягая, тоя, что им находится. Коли место тоя, на тому, что размещается, это место тоя. Теперь глобина чим. Глобина чим, самое простое. Чим, которое просто есть, это будет тетя намер. чим, которое до чима немало, это мельчок, это чистое скерование. Чим, у якого до чима есть, это намер. другая ступень глобина чима это круг. чима А2. Это чим, который приближается на чима. третий у меня это нодек канания. Я хочу еще дать увагу, что этот переклад, это вымышленная переклад на МО, это вымышленная такая поступка как полегчить выучение. Не требует думать, чтобы на самом речке эти коды можно адекватно намовы перекладать. Это великое спрощение. На самом речке это инструкции для составления эссенции вытворения такие треба в способности выборвать свое следом, как створать эссенции. Идеалом практик должно быть «МО, ВАЯКЕ створает эссенции не донулина». Мы не просто донулились, что называем каким-то знаком, каким-то предметом, показав, что не попасть. Это стол, это донулина такие знак. Мы ставим задачу построить знак, который является инструкцией по утворению стола, сенсу стола. Инструкции по утворению радости, гнева. Мы выполняем этот знак и утворяем тот сенс. А в этой подельной мовой выбираем такие знаки, выкинувши которые можно створить полный сенс. И в этой практиковании они не обходны, как засвоить навык этого утворения сенсу. Когда это исчезает мова, где требует добавляться, что значат знаки, это имеет минус качественность. Идея в принципе в том, как мы могли помочь такой мове створить сенсовую карту полного знания, сгорнуть это знание в эту эссенсовую карту, дать его им самому человеку, который из этой эссенциальной карты в это знание достал. и не корреставшись при этом той случайной мовой, в которой мы имеем домовленное позначение предметом гиджиалу реальности. Это так самое не что одноумное, но самая мощность некорривенцией сенсопередачи это важно. И такую коробу мова цена для мне долго створать сенс, что для саморазвучайного слова мы можем мовой выразить оно потребно сделать много кроков как мне позволяет ты не имеешь мощность творить этот сенс недомовляючись. Это может быть нелегко, все-таки человек живет мовой. Мовой это не просто узняться над мовой и оказаться под мовой, на уровне этой промовой сенсовой великое земляйца своего ковлина тэншча ковуа утварайся или время надо попробовать вот этому ковлину и так ну по сути тое, чем мы назвали ступени глубины также перекладаем ступени глубинничьим выть, рушить, хранать, окопливать, формовать, проникать, просягать то есть это ступени и угнение шина это шина классно. теперь теперь время и важно засвоить усмыснение чину переносит с пазога фокус на той самую чину сильного погляда на например у нас есть кубок который стоит на столе на это идея стояние кубка на столе можно поглядеть не только с видящего кубка который опирается на стол не только с видящего стола на него можно поглядеть с семи разных позиций на этот день стояние кубка на столе мы берем микроскоп и насулись двух фраз про зябол что это значит у нас есть деяние умовно назовем опорой это совесть стола и кубка и мы начнем размородное кубок стояние насморяк поглядя на деревянное защища стола есть опоры для кубка быть опорой это две слова таки да вот это л это быть л и вот это л можно сказать он хорошо тупел тупел тупо 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 это другая тупень вот это л и он рухается вот стол опирая кубок это одна справа и рука подтримливая кубок это то есть мы можем назвать это тем самым словом мы там имеем тот самый сенс рука опирая кубок атлант опирая трубок на землю да таки убивали люди опорцы с которыми делали в общем антей антей хорошо поднимали как я рассказал а сам не захотел так значит рука набирает трубок можно сказать что и она рушить опору рушить рушить все это тело из кадры рука опирая кубок на стол снова опирая я думаю уже правильно работаю все иначе так снова кубок со столом в ней принимаем ту самую ту лист или это опора и она теперь уже инш можно сказать что рука дает кубку опору давайте давайте спешим 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 и можно сказать что стол дает кубку опору и можно сказать что стол дает кубку на стол причиняйте 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 четвертая ступень пятая ступень начать кубок потребливая опору от стола беря опору брать 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 кубок отрыгивая четырнадцать пять Кубок, моя опора у столицы, и кубок рубить опору на стол, опирая себе на стол. Кубок, то есть на опоре, опирая са, темная ступень рубить стал. Таким чином мы поглядели на одно тое самое деяние. Субвязи чином, помешку, кану и столом, с семи вредища, пройшевший полный круг, от стола до кубка. Итак, видите, что он нам дает? Вот, например, есть деяние опоры, и оно мое, на самом деле, семь деяния, которые можно назвать семью ложными дезисловами. А вот, например, чем воспринимать. Калиф – это АП. Это быть персоной, быть особой. Так, а калиф – это будет, например, разворот на какого рода? Это будет А7b. Что за двородное воспринимание с того боку? Что изъявляется ты на самом деле, а только с той стороны? Я воспринимаю, не знаю, стол. Стол показывает себе, мне, в особенности. Вот и двородность. То есть, это когнитивные дезисловы, которые все находятся тут, и он распадается на древо когнитивных дезислов, все, что называется устреманием, и они утвораются не только устреманием, они утвораются сразу быть особой, или рушить какую-то самую особую, как ты увидишь воспринимание, давать воспринимание. Стол дает опору, там же рука и опора, так можно давать какую-то самую, давать особу. Можно причинять воспринимание, как ты ее показываешь. Ну вот, когда ее знать, можно уже и вручить тут же, передавать знание, да? Это виризальный ресурс сенсовотворения, то есть, это полный круг с чином, который прогоняет любой протяг, на какими древе относятся, по семи ступенях, по семи глубинам. И какие можно довольно легко читать, то есть таким чином. Я пропону читать, таком можно здесь словом, быть, вручить, давать, причинять, брать, сменить, добить. Это довольно легкий способ перегласить на конденсивную. Значит, вручим словом и вручим. Вот то, что мы только что разобрали. Первое вручим. Стол есть опорой. Другая вручим. В английском это было излокейки. Есть вручить опору кубка, активно опирая, значит, дае опору, причиняя опору, выбирая опору, мая опору, нельзя. А, ну, можно питание? Чому в этой... Чому в этой называются глубиной? Это же набор ракурсов. Но они якосно не адрозняваются один от одного, и мы можем... А наши относины, например, двух этих... не углубляют, они не поглубляют, они не заменяются. Мы просто... Зменяем ракурс. Но глубиня тае самая же состояться. Ну, глубиня называется просто тому, что суммой в это... утворение чему-нибудь внутри, 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 внутри. Да, вот... Кожные новые, представные, усыглы изъявляются внутри. Ну, то есть, я разумел глубине удачинений прошлых... Было, зразумело, тут... Операции я разумею, але термин глубине в этом выпадке не... Ну, и терминология, какая была в попередней версии, мы называли гад накругой. Нечто мне эта накруга так не подобалась, что мы заменили ее на воду, и все стало больше, конечно, справедливо. Такие... Терминология не белорусская, которая называется интенсификация. Узмацнение дней. Ну, так и иначе. Это, в принципе, техничный термин, каким мы называем нечто, что время тяжко назвать. Мы так само тут... Климаем справа с неведомым. То есть, по оконам ответы, давцы именам, какие наракались нечто, нечто нечем. Как первые люди называли нечто, давали имены, сложные такие названия, есть своя метафора, своя болезнь, своя загадка. Ну, нам так и подойдется, что мы там подобного наблюдали. Ну, за два годы я надзираю, как эта система РСТЕ, эта теория РСТЕ, она изменилась уже в семь разов. И у кожного, у кожного, у кожного такая измена, где-то вырос в теории в два раза. И по мере, она не увеличивается на то, там, по оконке сестровых презентациях. Олег это якостный друг, который постоянно превышает, переваляет место, изменяет некие термины. Уже два года она не публикует, из-за того, что все расти, расти и расти. И вот за раз она так само расти, потому что то, что я пишу текст, как она могла руку, в принципе, это вот и шея одна ступень, которую вырос в идее, для меня, наверное, самая текавая. И она весь час приумушает перехлядать и первоназывания, которые речи, которые любились ранее. И хотя, в принципе, случайная принятость ша долго-долго створать, после опубликовать, конечно, готовая, для меня, людьми, дорогие годы, в момент развития теории, не меньше трехи, чем сам выник, который отремается на выходе. То, как она, как он уже с водеей растусь и переписываясь себе, для меня, не меньше стекавое назирание, чем будя кончатковые варианты, какие делаются в меня. Кому это проникнет, как вам окомо, не менее. Ну вот, вы знаете, когда пришли, взялся у нас вот в этой лубине, мы одразу не видели, кольки можно истить лубину. И первая была думка, что у нас без конца истить лубину. Это было немножко страшно. А потом, мы изразумели, что это, с оправдой отворяет совершенно админ, для которой мы живы до семья. Вот одразу, первая думка, что это без конца. найти без конца. Али, все одно, той админ, каким ты будешь я читать, был ровно семи. Ну, мы-то еще не все разразумеем, поэтому нам-то не страшно. я сам их сниму. Так, глубине особых. Чин, что такое глубине особых? Глубине особых, это глубине размещения чину особой. К намерки, особу присвоивая себе чин. На первой ступени чин для особы просто есть, на земле связано с самым внешним чином. На другой ступени чин особо рухая, на третьей краная, на шестертой чин особо ослопливая, на пятой чин особо проникая, на шестой присягная, и на семей то есть шестертой краная. Так, ну, например, буквально горить, то ли что горить, горить. вот 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 приклад призначен для того, как прониковать, что один, то есть самое дейосно может проникать особо, размещаться в особе розным джинам. Например, в этом дейосно мы выбрали слово горить, горить. И спробуем занести для его таких дейников нашей решивистности, которые смогли нам проиллюстровать, как делейник можно размещать деревня в родных купенях. Вот самое опушное, это огонь горить. Огонь и горить это одно и то и самое. это можно сказать, что мы сказали огонь огонь, а Бог горить горить. Это черная ступень. Если особо тоестно своему мужчину. Если дейник просягает дейник в это шестую ступень душа горить она вся просягнута в дейник. Когда дейник проникает в дейник, то это ступень проникания. Печка горить можно сказать, что дейник отбывается внутри. ступень охоплевая тупень дейник охоплевая это ступень охоплевая дейник охоплевая горить можно так уявно сказать что горение дейник отбывается в окку я допускаю только венесанное недавнее в это не не что делали прорезать или дейник может это было больше долга или они показали бы как прорезать светочка-харысь можно сказать, что мы хотели иллюстрировать, как особо гоная детедейня гоная особо. Померёте, имеют такого рода дочинения. И другое. Про цыгарись можно сказать, что, понимая на базе, что дейня рухается на дейня. Ну, я в то что. Олега горит. То есть, в середине, что оно сгодно гореть. Оно не горит, а угодно горит. Сгодно горит, в принципе. Бензин может гореть. Олега слышно горит. Померёте денег и денег может быть самая внешняя совесть. Которая не означает вымогу в телу денег в день. Вы что-то говорите по-русски? Бензин горючий, а вода не горючая? Можно. Да. А вот мне с печкой не раздобавится. Что? С печкой. Или проникнение. Там, вручаем, вроде же, на костёр горит. То есть, проникнение... Можем. Можем. Можем в дом горить. В изломку горить. Внутры горить. Стены горить. В дом горить. В дом горить. В доме я бы только изломку. В унтер там не горить. А вот дом у всех такого? Значит, это же не дом. Мы можем, например, это... Проникнение деянием денег. По особенности, это категория доингвистичная, которую можно выделить и зауважить. Она выявляет в себе мову, и она очень формально выражена в горизонтическом суфрике. Али? Ну, на коем-то... Это, понимаете, как горючее, но, в принципе, выражается. Мы сейчас показываем, что это горючее, а это что? Можно сказать, что бензин горит, да? Можно сказать, что бензин горючий. Вот мы выразили это. Нет, нет. Так же можно, в принципе, продумать о горючих, в принципе, ожиданиях. В конец встречи. Так. Будем первых минут. Хорошо. Хорошо. Приятного Продолжение следует...